Сегодня в окружкомах горячая пора. Представителям участковых комиссий выдают бюллетени. В 171-й УВК всех ожидают в актовом зале. Народ тут начал пребывать с половины девятого утра. Говорят, на участках уже всё готово для волеизъявления. У нас получилось так, что в основном у человека 4-5 уже работали. Где-то они в курсе дела, как, что делается. Всё нормально. Из 87 участков к началу 12-го с бюллетенями уже уехало более 20 комиссий. В актовом зале представители вместе с членами участковых получают по мешку сопутствующих документов. А уже внизу на выдачу идут запечатанные бюллетени. Избирателей. 1907. Ну, вообще было 1906. Нет, было по 100. Надо цифру. В коридорах не видно утомлённых ожиданием людей. Обошлось и безобычных для этой процедуры очередей. У нас вся выдача бюллетеней происходит по графику, который был согласован и с перевозчиками, и с дельничными комиссиями. Ну, сейчас всё идёт по плану. То есть, никаких отклонений нет. После выдачи заветных бюллетеней на выход согласно процедуре только в сопровождении правоохранителя. А бюллетенить все комиссии тут планируют ровно до половины седьмого. А вот завтра ОВК планирует провести для членов участковых комиссий итоговый семинар. Готовятся к выборам им. Подводят итоги предвыборной гонки и общественные организации-наблюдатели. В этом году, отмечают там, случаев нарушений во время предвыборной агитации гораздо меньше в сравнении с предыдущими парламентскими выборами. В лидерах – нарушение правил предвыборной агитации, а следом за ними идёт препятствование ведению избирательной кампании. Не обошлось и без подкупа. Всего по Украине зафиксировано немногим более 13 подобных случаев, из которых два – в Харькове. Засветились в подобном кандидаты в президенты Андрей Гриненко и Пётр Порошенко. Не удержался один кандидат, чтобы не использовать любовь харьковского избирателя к этим куличикам. А второй кандидат воспользовался тем, что любовью интеллектуальной части нашего города к бесплатным книгам. Всего же в Харькове зафиксировано 16 случаев нарушений. Мониторить выполнение избирательного законодательства представители опоры продолжат и завтра в День тишины. В выборах же по городу и области задействуют более 80 наблюдателей от организации. Оксана Нечипаренко, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.